В Красноярском крае прошел интернет-конкурс «Королева» выпускного балом. В этом году он состоялся в семи городах края. Ачинск, Бородино, Зеленогорск, Железногорск, Илландский, Каннск и Красноярск. Всего приняли участие в гонке за корону 80 выпускниц. И вот победительница голосования стала школьница из Каннска Екатерина Бурносова. Сегодня на нашей студии вместе со своим папой Олегом Бурносовым, чтобы рассказать о своем пути к победе. Доброе утро. Поздравляем для начала. Поздравляем. Здравствуйте. Расскажите немножко про конкурс, как он протекал, что нужно было сделать. Сам конкурс начался еще в сентябре. Он начался с регистрации. Потом в течение всего конкурса мы могли зарабатывать какие-то бонусные очки. То есть за первую фотосессию нам давали определенное количество бонусных голосов. За регистрацию саму были пробные голосования. Основное голосование началось в мае месяце. Перед ним мы участвовали в фотосессиях. Каждая выпускница могла участвовать либо со своими фотографиями, либо по приглашению фотографа. И в заключении, когда из фотосессии на большее количество голосов были выбраны пять участниц, мы делали самопрезентацию. Видеопрезентацию, где мы рассказывали о себе, чем мы живем, чем мы занимаемся. И чтобы судьи видели нас вживую. Не только через фотографии, но как мы, что из себя представляем. Вот сейчас девять финалисток вы сказали было, да? Пять финалистов. А пять финалистов. Да, то есть по наибольшей количеству голосов в каждом городе пять финалистов могли. То есть даже если у нее было на меньшее количество голосов, ну, в разрыве с первой участницей, то у нее еще был шанс поучаствовать в видеопрезентации, и может быть даже победить. То есть получается, все-таки было какое-то единое жюри, а не так, что весь край там, например, голосовал. Нет, единое жюри было. И это длило все на протяжении всего учебного года? Ну, практически да. Что ж очень любопытно. А как-то ответки влияли на? Да, мы отправляли свои итоговые оценки, и это было тоже бонусом к видеопрезентации. Ну, а как вы все успеваете? Потому что выпускной сейчас совсем уже скоро, горячая пора. Горячая пора. И это все надо как-то совмещать. Ну, само голосование прошло уже еще до выпускного, и сделали его очень удобно до экзаменов, чтобы не было каких-то переживаний во время экзаменов, потому что экзамен — это очень важная тоже пора в нашей жизни. Поэтому я считаю, что к началу первого экзамена у нас уже конкурс закончился в плане голосов. И там уже просто отправлялись видеопрезентации, поэтому было поменьше волнения, потому что было уже все готово, все подготовлено, только было ожидание самого волнительного, то есть подведения итогов. А как, получается, узнали о победе? Вам как-то позвонили, может быть, в интернете? Ну, вначале мне написала организатор конкурса Лидия Лебедева, что поздравляли с тем, что победили в конкурсе. И потом уже зайдя на сайт, я увидела, что моя фотография на первом месте и написана уже победительница 2017 года. Что вы почувствовали в этот момент? Радость, гордость, потому что для меня этот конкурс был очень важен, потому что он состоял из того, что меня поддерживали все мои родные, близкие, друзья, знакомые. Каждый день голосовали, целый месяц на протяжении, каждый день, я думаю, это очень ответственно было. Потому что именно за этот месяц, именно от этих голосов зависела моя победа. Ну, мы еще раз вас поздравляем. И, наверное, может быть, странновато, что в эту секунду мы уже поговорили про победу, вы сидите без короны, без заслуженности своей короны. Поэтому сейчас мы это будем исправлять обязательно. Исправлять. У нас есть тут заранее заготовленные подарки вам, призы. Слава, давай. Так, это вам. Как юноша, прекрасная корона у нас. Я буду хлопать. Мы будем сидеть, хлопать и аплодировать. Самое главное, леточка. Ну, я так понимаю, что официальная, скажем так, коронавария, как я знаю, еще будет. Так, это вот так, да? Да, да. Или вот так? Нет, все правильно, вот так. Вот так, да? И через руку пропускаем. Через руку пропускаем. Это со спины, получается, написано. Нет, нет, можно было просто на другой плечо с нами. Но переделываем. Ну, давайте переделаем. Вот. Слава просто не готова. Да, не готова, но совершенно не подготовилась. Оп, оп, оп. Надели. Вот. Теперь да. Еще раз. Аплодисменты. Ну, что ж, вопрос к Олегу Александровичу. Вот. Как вы себя чувствуете? Поддерживали дочь? Конечно, поддерживали. А вообще, как конкурс проходил, то есть, она у нас достаточно самостоятельная. Поэтому мы об этом, ну, как-то знали, смотрели, да, вместе с ней на сайте и так далее. То есть, мы не принимали с мамой участие. Потому что, повторюсь, она любит делать все сама. Ну, а когда пришла пора голосования, да, и достаточно, скажем так, количество голосов был в один момент, когда мы очень с претендентками другими шли очень так ровненько, да. Конечно, тогда приходилось подключаться уже и нам с своим кругом знакомых. Несмотря на то, что у нее знакомых от Владивостока до Калининграда, которые ее друзья голосовали, и не только в России, и за рубежом, то есть много друзей, человек общительный. Ну, понятно, что от родителей была поддержка, в том числе и моральная, да. Поэтому я рад, что все завершилось, потому что действительно переживали, поскольку Катя у нас золотая медалистка, очень много внимания уделяет учебе. Ну, вот, скажем так, еще одна доп. нагрузочка, ну, преодолела, молодец, умница. То есть, это какими качествами нужно обладать, чтобы в первую очередь хорошо учиться, а потом еще иметь такой большой круг друзей, например, да, которые с тебя проголосуют, когда тебе это нужно? Гордость испытываете сейчас? Ну, безусловно, конечно. Конечно, это же вот наша красавица, наша умница, поэтому очень приятно, ребята. Ну, что ж, у Аны, Катерины, кстати, уже завтра состоится выпускной. Грустно ли покидать стены школы? Ну, с одной стороны, грустно, потому что 11 лет бок о бок со своими одноклассниками, с учителями, с которыми ты уже сроднился, как уже ты прям настоящая большая семья. Да, но впереди ждет не менее насыщенная, яркая жизнь, поэтому предвкушений. А уже определились с тем, куда, ну, поступают, уже, наверное, документы подаются? Куда придет королева выпускного? Да, куда? Ну, я куда? Планируют в Питер на юридический факультет в СПБГУ, либо в Ранхикс. Самая красивая юристка будет в Санкт-Петербурге. Ну, там, я думаю, что тоже нужно будет завоевывать титулы. Безусловно. Ну, это очень здорово. Скажите, ну, может быть, мы тогда расскажем, где можно будет еще раз вас увидеть ваше награждение. Вдруг кто-нибудь захочет прийти посмотреть поападу. Награждение в город Диканский в 9 часов вечера на городской площади на центральной. Очень здорово. Спасибо вам еще раз большое. Еще раз вас поздравляем. Это действительно замечательный, замечательный титул. И унесите его с гордостью. Екатерина Бурнусова, выпускница гимназии номер 4 города Каннска, королева выпускного балла 2017 по результатам интернет-конкурса. И ее папа Олег Бурнусов. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию.